25 января 1984 года в грузинском городе Схакия появился на свет Гварамия Махаре Ревазович, позже получивший известность в мире криминала как Мацы Синакский. Ведь с 1990 года название его города, данное в честь грузинского революционного деятеля, было изменено на Синаки, что в переводе на русский обозначает келья. Но, видимо, в этой самой келье, в честь которой Мацы и получил свое погоняло, ему стало тесно, и он перебрался в Москву. Подмосковная коронация. Воровскую корону Мацы получил в 2011 году в Подмосковье в возрасте 27 лет. На сходке, созванной по этому поводу, присутствовали братья Гиза и Гела Кордава, Гальские, Мерап Эмзарилуа, Дуяки, Роланд Гигичкори, Шляпа, Тамас Пипе, Тамас Сухумский, Зураб Шамуге, Аду Зугдитский, Михаил Некурадзе, Луа Самтрецкий. Кстати, на тот момент Махаре уже успел стать зятем бывшего «законника» Фридона Баркале Цанцика. А еще считается, что данная «коронация» произошла с одобрения Аслана Усояна, дед Хасан, поскольку в ней проглядываются и его интересы. Так, он остался в тени и формально не нарушил временно действующий запрет на коронации, но одновременно приобрел союзников в лице Гиза и Гелы Гальских. Эта поддержка патриарху воровского мира была весьма кстати, ведь у него продолжался конфликт с Бадри Кагуашвили и Джемом Микеладзе. Выгодной инаугурацией была Эмирабу Мазарилуа, который вернул себе с ней расположение деда Хасана после избиения в Израиле. Покарать или облагодетельствовать. Спустя месяц, в том же 2011 году уже Мацисинакский присутствовал на «коронации» Гии Гальского. Однако в сентябре Махаре, вместе с рядом других «законников», наоборот, не признал находящегося в московском СИЗО-2 «Бутырка» вора в законе Бадри Кутаисского. В 2012 году Мацисинакский отказался признавать еще двоих представителей криминального мира. Несмотря на то, что 1 апреля считается днем юмора, Ромику Курду, находящемуся в тот день в Риге, было не до смеха. Его тогда резко отказались признавать «коронованным» вором не только Гварамия Махарери Вазович, но и Пипия Мираб Придонович, Мираб Сухумский. А причиной послужил утвердительный ответ Ромика на вопрос дедовских о том, является ли Джемом Микеладзе вором. Последний, находящийся в оппозиции к деду Хасану, был ранее в одностороннем порядке лишен приверженцами Аслана Усояна воровского статуса. И с тех пор все, кто не соглашался с решением воровской сходки, состоявшейся в Греции, то есть с дедовскими, принимались за нечисть. А уже в ноябре Мацис был в числе тех, кто отказался признать вора в угодившем в Бутырку Ливане Сухумском, который также противостоял клану деда Хасана. И это при том, что Ливан, в отличие от Мацис, в свои 37 лет успел неоднократно побывать в местах лишения свободы. Но в межклановом противостоянии этот аспект давно не принимается во внимание. В то же время Чили-Калининградский, наоборот, получил воровскую корону. Это случилось в декабре 2012 года, когда Андрей Казаков-Чили находился в Зеленоградском СИЗО-12. В последующие годы Мацис-Синакский, вместе с другими авторитетами воровского мира как короновал, так и раскороновывал целую плеяду воров. Например, в январе 2013 года он не признал паштета Минского, в марте, Жору Кутаистского и Осетрину Старшего, а в сентябре признание Мацис не удостоился также Тахи. Зато в том же 2013 году Махаре Говорамия участвовал в коронации Ромы Ставропольского, Дата Владикавказского, Нукри и Лекса Гальских, Соломы, Бабана, Намека Бакинского. Московско-стамбульские приключения. В 2014 году, находясь в Турции, Мацис, продолжая свою линию поведения, не признал Альберта Рыжего, но уже два месяца спустя подтвердил воровской статус Заура Сухумского. В том же году Говорамия покинул берег Турецкий и вернулся в Москву, где в ноябре был задержан, однако без особых последствий. В январе 2015 он принял участие в воровской сходке в ресторане «Зефирана», где и был снова задержан. Вместе с ним оперативники сцапали Пичугу и Раджика Нижневартовского, ранее избежавших облавы в Хамовниках. Но впоследствии Мацис вновь отпустили, не выдвинув никаких обвинений. Однако непризнание Бадри Кутаисского еще в 2011 году аукнулось Мацису Сухумскому в том же злополучном 2015-м. Тогда его пригласил в московский «Голден Пелос» Шакро молодой и потребовал объясниться касательно «раскоронации» своего приятеля. Говорамия сначала огрызался, но после того как Петрик, присутствовавший на встрече, ударил Мацис, начал оправдываться. В итоге решение по Сухумскому решили переложить на близящуюся крупную воровскую сходку. Очевидно, вопрос Мацис был решен все-таки в его пользу, поскольку в 2016-2018 годах он продолжил дарить и отнимать воровские короны. Так, в сентябре 2015 года он не признал плотника, в марте 2016 года Ираклия Ростовского. В июле 2017 года отказался признавать уже осетрину младшего, а в июне 2018 года – Лекса Гальского. Не в Тверь, а в Дверь. В этот же период, рассчитывая получить гражданство России, Махаре Ревазович заключил фиктивный брак. Однако трюк не удался, и в декабре 2018 года Мацис Синакского задержали в Твери. Некоторое время он находился в Тверском центре временного содержания иностранцев, а в марте 2019 года, по решению Центрального суда города Тверь, был выдворен из России. Это была его пока первая на сегодня более-менее серьезная судимость. Так в 2019 году Говорамия и оказался снова в Турции, где продолжил вести свою деятельность, например, в сентябре 2019 года, в числе прочих 20 участников воровской сходки, отказался признавать Квежоевича, Чехладзи Гурамов Тандилович. В общем, ныне для Мацис Синакского все идет своим, уже давно налаженным, ходом.